Украина призывает вести миротворцев на Запорожскую атомную станцию. В одном из блоков сработала аварийная защита, его отключили. Министерство обороны России обвиняет в обстрелах украинскую армию. Ведомство опубликовало кадры, с захваченной атомной станцией на территории АЭС видны снаряды. Но кто их выпустил, установить сейчас невозможно. Киев и США ранее заявляли, что Москва использует крупнейшую в Европе атомную станцию в качестве ядерного щита и прячет там от обстрелов свои войска и технику. Глава энергоатома Петр Котин заявил, что международное сообщество должно вынудить Россию вывести военных и оружие со станции. По мнению Котина, решить вопрос смогут миротворцы, специалисты из Организации по безопасности, в том числе такие, как Международное агентство ООН по атомной энергии. На то, что эксперты получат доступ на АЭС, надеются и в Организации Объединенных Наций. Любое нападение на атомную станцию – это самоубийственная идея. Я надеюсь, что обстрелы прекратятся. Я также надеюсь, что МАГАТЭ получит доступ и сможет попасть на станцию, чтобы выполнить все работы в соответствии со своим мандатом и полномочиями. Окупационные власти Запорожской области объявили о распоряжении провести так называемый референдум о присоединении к России. Речь идет о подготовке к незаконному голосованию. Отмечу, не вся Запорожская область захвачена войсками РФ, под их контролем 60% территории. Аналитики Американского института изучения войны считают, что из-за наступления ВСУ на юге страны оккупационные власти могут ускорить проведение так называемого референдума. По последним данным российских СМИ, он был запланирован на 11 сентября. Законный мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупационные власти собираются в течение недели ходить по квартирам и опрашивать людей в сопровождении автоматчиков и сотрудника полиции или ФСБ. В администрации Херсонской области заявили, что пророссийские чиновники будут предлагать жителям 10 тысяч рублей. Это менее 150 долларов за участие в так называемом голосовании. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если такой референдум проведут, переговоры Киева и Москвы больше будут невозможны. Это прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Зеленскому стоит обращаться не к ним, а к самим жителям областей, которые якобы хотят быть частью России. Все, кто помогает оккупантам хоть как-то реализовать этот их намер, будут отвечать, отвечать перед Украиной. Позиция нашей страны остается такой, которую была и раньше. Мы своего не отдамо. Ничего. А если оккупанты пьут шляхом этих псевдо-референдумов, то для себя же закроют будь-яку можливість переговорів с Украиной и вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент. В России сформировали более 40 добровольческих батальйонов для участия в войне против Украины. Об этом пишет российская газета «Коммерсант». По данным издания, такие подразделения открыто формируют в регионах еще и с весны. Название батальйонов указывает на их территориальную принадлежность. Например, в Пермском крае сформирован батальйон «Парма», а в Ленинградской области — «Невский». Формально добровольцы подписывают договор с Министерством обороны на несколько месяцев и получают официальный статус контрактников в армии. Платят им от 130 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. То есть максимальная оплата — 5 тысяч долларов. Подобные подразделения еще задолго до российского вторжения формировали в Чечне. Они участвовали в войне против Украины с первых дней. В результате утреннего обстрела Харькова российской армией погиб мирный житель. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. Он сказал, что удары наносились по району Павлова поля, где и нет военных объектов. Ночью в Харькове прозвучало не менее семи взрывов. Предварительно удар был нанесен по инфраструктурному объекту. Накануне российские военные также обстреливали и Харьковскую область. По данным главы региона Олега Сенегубова, под обстрелом были сразу три района. По его информации, стреляли с территории России из зенитно-ракетного комплекса С-300. Всего с начала полномасштабной войны в Харьковской области погибли более тысячи мирных жителей. Среди них 50 детей. Самому младшему — 5 месяцев. Эти данные опубликовала областная прокуратура. Полностью или частично в Харьковской области разрушено уже более 7 тысяч объектов и до 3 тысяч многоэтажных домов. Украинские военные вновь нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали российские базы. Об этом сообщили в пресс-центре украинской армии. Окупационные власти Херсонской области заявили, что ракета попала в строительную технику, но несущие конструкции моста не пострадали. При этом дату возобновления движения по мосту перенесли. Его обещали открыть уже на следующей неделе. Местные паблики утверждают, что удар был нанесен именно по тем частям моста, где его ремонтировали после прошлых обстрелов. Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что российские военные, вероятно, установили возле Антоновского моста специальные пирамидальные отражатели, чтобы на него не могли наводиться ракеты, которыми ВСУ наносит по мосту удары. Я напомню, в предыдущий раз ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ночь на 27 июля. Тогда, после обстрела, оккупационные власти его закрыли. Израиль и палестинская группировка «Исламский джихад» объявили о прекращении огня. Перемирие вступило в силу около полуночи по местному времени. Хотя всего за несколько минут соглашение израильской армии сообщило о новых ударах по сектору газа, после чего последовал ответный огонь, об этом заявили в Израиле. 5 августа Израиль объявил о начале операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» и нанес несколько ракетных ударов. Утверждается, что в результате были убиты двое командиров и несколько боевиков. По данным палестинских медиков, погибли 44 человека, среди которых были мирные жители. И 15 из них, утверждают палестинцы, это дети. Еще порядка 300 жителей газа были ранены. По Израилю боевики «Исламского джихада» выпустили около тысячи ракет. О потерях с израильской стороны не сообщалось. Это были главные новости к этому часу. Больше на нашем сайте. И до встречи.